ну что ж пышный омлет по заказу начнем честно признаться для меня я изучил тему пышных омлетов во всех ее проявлениях для меня самого загадка как это все происходит с точки зрения физики но мне понравился один одна мысль которая гласит что у нас количество яиц должно равняться количество молока вот смотрите поэтому я через весы делаю количество из они каждый раз разные в среднем 50 у меня вот яйцо 60 граммов не до до 60 другой 50 и того у нас получается почему я 6 яиц вбиваю у меня форма не такая уж маленькая поэтому я хочу сделать его побольше во всяком случае потом можно будет его потребляйте в холодном виде в том числе так 313 ну-ка сейчас до 300 315 дотянем так давай и мои почему нет соединяется так 315 граммов это 6 яиц соответственно что мы делаем берем обнуляем и добавляем сюда 315 граммов молока молоко три с половиной процента и великолепная кружечка 315 миллилитров но 315 ровно еще капли осталось соль на глаз сколько вы примерно представляете себе нужно соли для того чтобы омлет стал соленым и сливочное масло который мы берем руками вернее вы должны взять его руками никакой вилкой там вот так натираем форму натираем чтобы омлет у нас не прилипал можно конечно попытаться его взбивать 10 раз отдельно белки и отдельно желтки стабилизировать их с помощью муки и крахмала но а может быть попробуем все таки вот таким образом для меня кстати вообще тоже эксперимент если вы знаете какие-то другие рецепты как сделать пышный омлет поделитесь напишите в комментах я вам скажу спасибо люди которые прочтут эти комменты узнают много интересного много нового а вам кармический бонус масло здесь а яйца мы размешиваем моим новым венчиком наконец-то у меня дома появился венчик самое главное не взбивать ничего взбивать не надо нужно просто лишь смешать молоко с яйцами и солью яйца у меня с яркими желтками я надеюсь что омлет получится красивый желтенький получается апельсиновый оранжевый я хоть и не помню какой был омлет в детском саду но зато я отчетливо помню какой был омлет пионерском лагере в котором я кстати был физруком в детстве моем я пионерский лагерь не посещал потому что жил в деревне и у меня был пионерский лагерь это покос но вернее сенокос огород сарай с животными у меня было детство такое активное очень было не до омлетов пышных что пожарили то и едим смотрите жижка омлетная с молоком получилось вот такая вот немножко там белков где-то болтается ну вы знаете глобально это никакого значения не имеет конечно же по всем законам физики омлет не может подняться и держаться в таком виде должно быть маленький объем должно быть наличие каких-то связующих элементов и так далее поэтому я предугадываю что немного он у нас сядет после выпекания но надеюсь что он у нас создаст такой объем который позволит нам назвать его пышным и толстым вот смотрите что я сделал я вылил сюда всю массу и ставлю ее в духовку о я не вынул противень смотрите ставлю сюда 190 градусов 35 минут но во время запекания поглядывайте через стекло как только у вас появится золотистая корочка пора вынимать ну что пора доставать прошло 40 минут здесь еще зависит от того какая у вас духовка у меня он не особо хочет карамелизоваться но видите там нагреет немножко больше здесь немножко меньше ничего страшного выезжаем выдвигаем и смотрите что у нас получается вот такой омлет красота аромат просто шикарный великолепно так смотрим сейчас он начнет немножко опускаться но я надеюсь нам это не помешает видите немножко осел потому что как мне кажется во время закипания молока она и вот это вот вода испарения что там в молоке создает как раз паровую баню на которой он поднимается но учтите что в детском саду и в школе училище в институте все это готовится в парк конвектоматах само наличие пара не так важно как важны гостроемкости с высоким бортом которые заливаются как раз таким слоем омлета что потом его режешь и он как раз вот такой вот большой кажется большим на самом деле он точно такой же как и маленький но прикольно конечно омлет такой если готовить его в квадратной форме для выпечки знаете такая с высоким бортом и побольше туда наливает самой массы будет круто мне кажется будет вообще очень круто удобную такую лопаточку чтобы она раз и поддела нам ё-моё а горячий какой чего бы это вдруг о посмотрите какой он пористый вот именно такой и было в детстве омлет просто его наливали побольше хотя этот именно такой вот но воздушный пышный классный самое главное натуральный потому что я вот путешествую много по россии и замечаю что в отелях и ресторанах очень часто используют порошковую смесь для приготовления вот этого скрэмбла который вы видите под клошами здесь конечно вы можете приготовить такой просто удивительнейший омлет дома смотрите какой он в разрезе шикарный пусть куски прям лежат такие и призывно намекает вам на то что съешь меня съешь меня я твой самый вкусный омлет видите он как он дрожит когда его двигаю это говорит о том что он как суфле нежнейший вкуснейший толстый пышный омлет дорогие друзья но смотрите пробуйте я конечно уверен что у меня все получилось если вдруг что-то не так пишите в комментариях а я буду пробовать потому что не попробовать такое чудо нельзя именно такой как в детстве до вкус просто идеальный приятного аппетита и до новых встреч